Время нашей рубрики «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какими лишь притворяются. Рубрику «Инфошум» сегодня представляет руководитель видеоотдела RTVI Карина Мухудинова. Карина, приветствую. Так, о чем сегодня шумят коллеги? Привет, Тихон. Сегодня у нас просто классический «Инфошум». Главный тренер сборной Хорватии, одного из триумфаторов этого чемпионата мира, Златко Далич, написал открытое письмо, в котором раскритиковал хорватских политиков. Тренер обвинил их в том, что они пользуются успехом команды в своих политических целях. Письмо Далича опубликовали на неофициальной странице сборной в Фейсбуке. И вот одна из его цитат. Мы живут в раздевалке, и мы не хотим фотографироваться или как-то еще взаимодействовать с вами. Далич недоволен положением страны и считает, что именно правительство сделало Хорватию одной из беднейших стран Европы. Почему это «Инфошум»? Потому что настоящий автор этого письма не Златко Далич, а журналист Игорь Премужич. Именно он опубликовал его еще 13 июля, за несколько дней до того, как пост появился на странице сборной Хорватии. В конце письма журналист подписался и подчеркнул, что он является автором текста. Премужич назвал его так называемым письмом из параллельной реальности. Зачем он вообще его написал? Просто для того, чтобы посмотреть, как на такое письмо отреагирует в обществе. В интервью Ховатскому изданию «Дневно» он сказал, цитата, «эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я продемонстрировал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст». Вот так псевдообращение тренера сборной Хорватии разлетелось в интернете и вызвало много споров и даже упреки. Ну а кроме этого фальшивое письмо Далича опубликовали десятки русскоязычных СМИ и некоторые хорватские журналисты. Также вот сначала приняли его за чистую монету, ничего не проверив. Стоит отметить, что на официальной странице сборной Хорватии в Фейсбуке нет никаких комментариев о письме Далича. И сам тренер, видимо, тоже решил просто проигнорировать этот фейк. Что ж, действительно, иногда в рубрику «Инфошум» попадают новости, которые не то что преувеличены, значимость которых преувеличена, а просто события и заявления, которых не было. Это действительно часто бывает, и они расходятся по средствам массовой информации, по социальным сетям с каким-то невероятным охватом. Да, тут нужно отметить, что именно русскоязычные СМИ все-таки повелись на эту публикацию, на неофициальной странице, потому что ни в каких европейских изданиях англоязычных мы этого не нашли. Я честно должен сказать, что я сперва повелся на это, увидев где-то в социальных сетях, и на летучке нашей редакционной сегодня утром предлагал нам более подробно с этим разобраться. Но вот разобравшись, мы и поняли, что ничего подобного не было. Карина Мухудинова с «Инфошумом» в студии «Артелия». Карина, спасибо. Больше инфошума на нашем сайте www.artvi.com.